Всем привет! Давайте я вам покажу, какие изменения происходят у моих орхидеек вот в этом месте содержания на лоджии в спальне. Первоначально хочу показать немножко похудевшее растение цикламен, который помните какой он был? Он был с огромными-огромными такими листовыми пластинами, которые расползались в диаметре на цветке сверху. Все старые листики мной были удалены. И сейчас у нас из вот этих вот луковичек, она, кстати, основная луковица, она поделилась, видите, подсветку включила, чтобы вы все видели. И молодые луковки начали свое развитие. И я удалила вот эти большие-большие-огромные листья. Для того, чтобы дать возможность молодым росточкам развиваться хорошо, чтобы они не затеняют тогда, получаются, маленькие листочки. И растение прекрасно себя чувствует, начинает свой рост и развитие. И цветет. Ну вот цветет постоянно. Вот эти старенькие я обычно вот так вытаскиваю. Раз, они хорошо отделяются. Вот их нужно вот так. Раз, видите, он прям раз и отделился. Смотрите, это цикламенчик. Поехали! Орхидеюшки. Мультифлорка. Ну, цветет, я вам могу сказать. Это вообще какое-то невероятное создание. Вот, посмотрите, какой у нее цветонос, который она постоянно доращивает. Доращивает револьверное цветение. Вот. У нее детка пришеечная. Вон она, видите. Очень хорошо, кстати, развивается малышка. Система содержания этого растения в двойной горшочек. Раньше она у меня стояла просто на поддоне и также поливалась. Сейчас у нас двойной горшок. После поездки я поняла, что и мне проще даже в уходе за этим растением, когда оно у меня стоит не на подносе. Ну, не на подносе, а на тарелочке, на поддончике. Вот. А просто вот так в двойном горшке ей достаточно... Она хорошо, достаточно благолюбивая и хорошо откликнулась на вот такое размещение свое. И у цветонос, у малышки, смотрите, второй, вернее, не второй, а самостоятельный цветонос развивается. Это цветонос от детки. Смотрите, вот шейка. Идет прекрасный цветоносик, быстро растет. Вот, тянется к свету. Дополнительная подсветочка у меня всегда работает. И скоро цвести она будет. Вот еще и дополнительным вторым цветоносом от малышки. Так, там у нас вот как развивается детка на растении без точки роста. Я смотрела, вы знаете, там все просто замечательно. Корней огромное количество. И я вот думаю, вы знаете, наверное, даже не буду отделять. Она потом своими корнями забьет, конечно, вот эти два листика мамины. Хотя можно и отделить. Она, наверное, потом, если отделить, сама мамочка еще мне детку даст. Так, это у нас попугайчик. Это старенький-старенький листик, который я... Видите, он даже отделился. С этого листа началось развитие детки на растении без точки роста. Видите, два листика от мамы. Нет, один даже был сохранен. Вот, и пошла молодая растюшечка. Так, и вот он цветет. Видите, уже второй раз. Вот эта малышня, вот эта малышня. Она цветет уже второй раз. Представляете? Вот второй цветонос. Первое цветение было на два цветка. Сейчас у нее цветение на три цветка. По-моему, я вам не показывала еще и полноценное цветение. По-моему, там был один или два бутона только распущены. Ну, вот три, смотрите. И она вот начала доращивать, не знаю, увидите, еще бутончиков. Вот сколько силы у этой малышки. Так, это у нас серфсонг. Что я говорю? Какой серфсонг, ребятки? Нет, конечно. Это Sweet Girl. Желтая красавица, ароматная. Я не устаю вам рассказывать про нее. Пока она находится у меня в стадии вегетационного развития, она наращивает, вот она нарастила новый листик. Смотрите, какой большой корневая система у нее. Молодые корешочки от шейки новые. С той стороны тоже самое. Идут так, все хорошо. Вдалеке я вам там не показала беляночку. Вот она в закрытой системе. Вот у нее новый цветоносик, видите. Короче, я вам могу сказать, что все цветы с цветоносами, это просто великолепно. Мне так все это нравится. И, вы знаете, активное развитие как самого растения, так и именно той подготовки к цветению. Мне очень нравится, как у растения происходит. Ну, просто все замечательно. Так, беленькая. У нее там вот два цветоноса торчат, понимаете. Я их не удаляю. Но боковые почки как-то вот, наверное, природой особо не заложенного у этой орхидейки будить боковые почки на цветоносах. И она вот все время растит новые цветоносики у меня и процветает ими. Ну что, покажу я вам. Я же не угомонилась. Я же поехала. Прикупила себе растюшечку. Азиатская красавица. Вы знаете, это такая великолепная крапушка. У нее какой-то такой, знаете, форма цветка, распластанная по горизонтали. То есть, когда мы смотрим на него, горизонт более выделен у цветка. Но при этом такой активный яркий крап, она чем-то мне немножко напомнила кота. Желтая губа. Очень яркая, активная желтая губа у нее. И вот эта вот козявка дала цветонос и собирается у меня цвести. Поэтому я ее сейчас пока трогать не стала. Она у меня стояла на адаптации. Смотрю, цветонос вышел. Ну думаю, ладно, процветешь, потом мы тебя пересадим. При этом, естественно, я вам всегда говорю, что необходимо понимать, как содержать непересаженные растения в том мухе, в котором они приходят. Вот полив, конечно же, отличается от полива пересаженных растений. Так, красивый. Вот зацветет, покажу, я вам все показываю. Так, смотрите, вот это романс с огромными двумя детками. Там уже пенька не видно, там вообще никак его нет. Вот, который я купила. Просто пень. Пень с маленькой, с маленькой торчащей, такой вот еле-еле угадываемой, проснувшейся деткой. Там вот в грунте глубоко-глубоко. Я вам уже говорила, что меня продавцы на кассе не поняли, зачем я этот пень к ним приперла. Еще и покупаю. По-моему, я его то ли за 200 рублей купила, то ли за 250. Этот сухой-сухой пенек. Но вот смотрите, какие две красоты выросли, огромные. Я даже не представляю, как это отсаживать. Я уже думаю, может быть, пусть они вдвоем у меня так и растут. Я потом сделаю им просто-напросто двойной, вернее, горшочек большой для двух растений. Вот, ну, буду смотреть. Буду, естественно, все мои изменения и какие-то мои действия, которые я провожу в отношении своих растений, я вам все показываю. Так, это у нас ангел. Смотрите, какая красотка. Так, с цветоносом. Вот, пока бутона не дует, он все растит. Растит у меня цветонос куда-то вдаль, к свету. Так, это у меня каменная роза с малышкой. Вот она. Смотрите, какая малышаха. И вон у нее цветонос идет. То есть она будет цвести, но одновременно и цветет ее мама. Вот она. Это вот цветоносу мама. Она пробудила почечку. Тремя цветочками. И она вот еще доращивает бутончики. Видите, сколько там пока? Пока два. Ну, кстати, да, она природная особенность этой орхидейки. Она очень любит револьверное цветение. Она любит доращивать цветоносы и процветает ими. Смотрите, что у меня зацвела крупноцветковая орхидея. Ребят, какая она красивая. Вы знаете, несмотря на свою какую-то простоту, она, вы знаете, она меня так вдохновляет. То ли цвет такой вот шикарный, то ли... Ну вот, крупнота ли этого, цветочка самого. Вот, видите, она цветет. Она уже распустила у меня пять цветов. И еще вот четыре бутона готовы к распуску. И одновременно у нее же проснулась на старом цветоносе вот почка. Вот это ее почечка. И, видите, новый росточек из живой почки на цветоносе. Она будет цвести. Представляете, какой букет будет? Кстати, долгоиграющая орхидея очень долго цветет. Классно. Сидит она у меня по принципу посадки горшок в горшок. На дне у меня, у нее водичка при поливе остается. Но сейчас вот воды там уже нет, смотрите. Все сухо и корневая видна. Она уже так обозначилась, обсеребрилась. Дает мне понять, что она пить хочет. Но я пока ее не буду поить. Потому что грунт внутри, я знаю, когда ее поливала. И я понимаю, что он там еще влажноват. Рано пока. Знаете, что я вам хочу сказать? Вот у меня вот та красавица. Вы знаете, не могу. Сейчас буду пытаться пролезть туда. Вот она, Шан. Я очень долго ждала ее цветения. Она у меня находится дома больше двух лет. Купила я ее в размере 2,5. При пересадке она как-то пошла в рост сразу. Одновременно она там и старенькие листики скидывала, и новые растила. Вон он торчит. О, видите? И вы знаете, недавно заметила, что наконец-то моя красота проснулась и стала отвечать на мой уход за ней. Она сама хоть посмотрю. А то сегодня что-то глядела, глядела и так и не увидела. Она растит там детку. Нет, не детку. Она растит там. Вон он, вон он цветонос. Зеленый-зеленый. Надеюсь, вы видите. Я сегодня разглядела. Мне так это понравилось. Но она у меня... Ой, сейчас, чтобы мне не цеплять камерой. Тут палки, держатели эти все. Так. Она с другой стороны вот там. Так. Как же мне вам показать? Мне так хочется вам показать. Она еще там, у нее лопнула шейка. И что-то еще хочет выйти. Может быть, она у меня будет цвести двумя цветоносами. Вы представляете? Первый раз, Шан, я посмотрю, что хоть это такое. Так. Вместе с вами будем смотреть. Это вот у меня непересаженные азиатки. Которые, опять-таки, аккуратны в поливе. Вот. Это красавчик. Смотрите, уже какой цветонос. Он уже начал, по-моему, даже формировать бутоны. Ну вот, видите. Так. Сегодня я их в очередной раз подкормила синеньким блюм, удобрением от Гроу Мор. Чуть-чуть наливаю. Буквально две столовые ложки вот в этот вот горшочек, в котором они стоят. Все. Они напитываются. Мох напитывается, а потом питает корни. И смотрите, сезамчик у меня. Вот уже какой у него цветоносик. Тоже не пересаженный. Ну, не пересадила. Приехала с отпуска. Как-то все мне было недосуг. А потом смотрю, они уже на цветоносах. Думаю, ну и бог с вами. И так порастем. Прекрасно. Так. Это вот пересаженная детка. Смотрите, какой у нее уже цветонос большой. Вот он. Развивается. Все хорошо. Растению нравится. Далее. У меня там. Ага. У меня там мультифлора азиатская. Вон она. Я ее вдаль поставила. Я вам про нее рассказывала. Я ее стимулировала на цветение. И она мне в благодарность о моей заботе дала мне цветонос. Ребята, она так красиво цветет. У нее просто вот ствол цветоноса. Он весь обляпан цветами. Так. Это моя Клеопатра. Моя лошадушка в закрытой системе. Смотрите, какая толстенная у нее шея. Кстати, очень. Так. Ну, давай фокус. У нее очень много корней. Идет от шеи. Кстати, камера не передает толщину шеи. Она, вы знаете, сантиметра. Она какая-то плоская шея. И вот сантиметра, наверное, три с половиной. Она такая толстая. Закрытая система для моей Клеопатры. Вот ее цветочки. Так, где цветочки? Вот он. Я вам показывала разное цветение. Помните? Вот этот цветонос почка так цветет. А вот этот вот цветет как положено. Вот она красота. Клеопатрочка моя. Кстати, я вам не могу сказать, что вот эти цветы, когда она распустила, это основной цветонос. Она их распустила, и они были меньше. Вот по мере нахождения цветов в распуске, они растут. Я это заметила и вам вот про это рассказываю. Вот она цветет. Сейчас посмотрю, кстати, вместе с вами. Ничего, она там не будет, револьверное цветение. Нет, пока нет. Пока, видите, нет. Так, далее. Котяра. Котяра, котяра. Вот что у меня происходит. Смотрите. Помните, он вот этим цветоносом. Сейчас я немножечко сделаю подальше фокус, потому что у меня не ловится. Вот этим вот цветоносом, вот я буквально два дня назад его обрезала, он отцвел. Но тут он вот уже начал будить у нас почечку. Вон она торчит зелененькая. И смотрите, как растут вот эти два цветоноса, которые он одновременно выпустил. Вот они, две зеленых ветки. Ой, при этом сразу идет деление цветоноса. Видите, она вот сразу ждущая почка на цветоносе начинает делиться. То есть он будет достаточно хорошо кустиком цвести. Ну ладно, не будем загадывать, посмотрим. Вот это, по-моему, тоже что ли делится. Так, сейчас я вам вот так вот. Ну вот так кот себя чувствует. При этом он растит. Новый лист. Вот он. Ну и вы посмотрите, вся корневая система, вот вся буквально, она находится в росте. Видите, какие у нее живые кончики на всех-всех-всех воздушных корешочках. Это просто замечательно. Вообще во все стороны расплел. Ну красота. Я вот, кстати, вот наконец-то он отцвел сегодня. Я чуть-чуть подкормила его, чтобы помочь ему удобрением для цветения. С повышенным содержанием калия и фосфора. Так, и вот эта у меня красотка, которая находится в светонепроницаемом горшочке. Так, это у меня тоже очень красиво. Она чем-то похожа вот на эту крупноцветковую красоту. Но у нее, знаете, более нежный оттенок такого розового. И как бы чуть-чуть, как будто бы от глазика, от середины немножко высветлено вот так какой-то контур на цветочке. Она очень красивая. Ну вот, несмотря на то, что я ее удобряю хорошо, много даю ей кушать, она пока мне цветонос не дает. Вот, процвела она у меня по зиме. Она цвела, кстати, всю зиму и весну. И при этом больше пока цветоносика нет, но растение очень сильно мощно развивается. Я вот даже не знаю, как мне подступиться к ней, чтобы вам показать. Это у нее очень-очень-очень большая листовая розетка. Так, ну и вот он, красавец с имбидиумом. Спрашивали у меня про него. Ребят, все отлично, все хорошо. Эту красоту я подкармливаю с каждым поливом. Вот этот любитель покушать у меня постоянно с каждым поливом получает необходимое количество удобрений. Потому что я вам уже рассказывала, что я все-таки сделала слабоват немножко для него грунт. Не добавила, я хотела туда добавить гранулы конского навоза и забыла совсем. Не добавила, теперь вот каждый раз я его стараюсь удобрить. Так, ну вот он, ну он, конечно, очень мощный, очень хороший. Ни один ростик у меня не пропал. Молодые росточки, они вот они все, видите, вот растут, растут. Тут даже вот, ну просто прекрасно все, они везде. Не буду я его крутить, потому что он сейчас у меня кота зацепит, они тут друг над дружкой. Вот, вот такое место, где у меня располагаются орхидейки, одно из мест. Это одно из четырех моих мест. Вот почему-то мне сегодня решилось вам начать обзоры моих мест содержания, растюшечек, моих орхидеечек, именно с лоджии в спальне. Знаете, я, конечно, очень рада тому моменту, что у меня растения орхидеи стоят одновременно все с выпущенными цветоносами. Вы представляете, какое красивое будет цветение? Но они сейчас у меня цветут, я не могу на них пожаловаться. Смотрите, как красиво смотрится, да, сочетание вот этой крупноцветковой орхидейки и пилоричности моей каменной розы. Вот красавица, и она, конечно, каменная роза, мне нравится тем, что она постоянно доращивает бутоны. Ну, здорово, еще и малышка у нее, он на цветоносе зацветет, я представляю, какая будет красота. Вот, и как-то я снимки делала, надо, кстати, мне их будет разместить в группе ВКонтакте. Кстати, не забывайте переходить по ссылке, под каждым видео я размещаю ссылку на мою группе ВКонтакте, одноименную каналу. Канал называется «Уютная орхидея» не только, и также я назвала группу ВКонтакте, где мы с девчонками общаемся и с мальчишками, даем дельные советы. Вы такие у меня молодцы. Я вот всегда пробегаюсь, когда у меня есть время по вашим диалогам, по вашему общению, вы прям умнички у меня все. Поэтому заходите, подписывайтесь, мы будем рады всем. Размещайте фотографии своих растений на стене группы и делитесь красотой. Я тоже буду стараться это делать. Вот такое видео. А на сегодня я буду заканчивать. Желаю вам всего доброго, здоровья, благополучия. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok